Хауди-хо, друзья! Я думаю, у каждого новичка рано или поздно возникает такая ситуация, что вы разрабатываете сайт на локальном веб-сервере, допустим, какой-нибудь простой шаблон или PHP-сайт, это не важно. Все отображается хорошо, русские символы отображаются нормально, картинки, все круто. Вы переносите свой сайт на настоящий хостинг, и начинаются проблемы. Во-первых, может слететь кодировка самой страницы, то есть отображаются всякие крикозябры. Может слететь кодировка базы данных, то есть вместо русских символов возвращаются знаки вопросительные. Дальше могут перестать отображаться картинки, могут перестать подгружаться стили, или может просто отобразиться ошибка HTTP 500 Internal Server Error, и вы просто остаетесь в недоумении, почему так произошло и как решить возникшую проблему. Соответственно, сегодня у нас будет урок, в котором мы разберем, я бы даже сказал, 7 самых популярных проблем, которые возникают у новичков-веб-программистов при переносе сайта с локального веб-сервера на настоящий, то есть на настоящий хостинг. Это будет особенно полезно конкретно новичкам-веб-программистам, хотя и опытным есть смысл посмотреть, возможно, почерпнете какие-то для себя дополнительные знания. И в целом это позволит сэкономить неслабую кучу времени на дальние дистанции, потому что вы уже будете знать, как решать все эти проблемы. Соответственно, все это тестировать мы будем на вот этом простом шаблоне, который вы видите сейчас у себя на экранах. В нем есть все, что нам нужно, а именно русские символы и одна картинка для теста имен файлов. В общем-то, большего нам не нужно. Также, чтобы показать, например, проблему с кодировками базы данных, я буду использовать настоящий хостинг. У меня это machost, у меня здесь подключен вот к FTP сейчас. И, соответственно, я буду сюда загружать настоящий вот этот шаблон, чтобы, так сказать, симулировать настоящий случай. Типа, вот у меня локально все круто, я перенес на хостинг, и у меня уже вот такие проблемы возникли. И будем уже на настоящем хостинге все это исправлять. Тем не менее, давайте начнем, пожалуй, с самой элементарной проблемы, которая возникает у самых-самых новичков, а именно это проблема с кодировкой. Хотя я бы так не сказал, если вы сходу не разберетесь в том, что такое кодировка, как она работает и как вообще все это устроено, то кодировка вас может мучить еще очень-очень долго. В общем, я разместил вариант этого шаблона здесь, под папки 1encoding, вот она. И этот вариант этого шаблона имеет эту проблему с кодировкой. Вот она. То есть, я думаю, проблема знакомая. Она может возникнуть просто локально, если вы там на рабочем столе создадите HTML-документ, впишите туда русские символы, откройте в браузере и увидите вот такую картину. Еще такая проблема может возникнуть, если вы локально все сделали, у вас круто отображается, вы переносите этот же файл или этот же шаблон, этот же проект на хостинг, и на хостинге уже возникает вот такая проблема. На самом деле решается она очень-очень просто. Достаточно просто понять, что здесь происходит. А происходит то, что браузер просто не понимает, с какой кодировкой отобразить конкретно этот контент, этот текст. Точнее, он понимает, но делает это неправильно. И неправильно он это делает, потому что вы сделали что-то неправильно. Что, в принципе, звучит довольно логично. В общем, браузер стандартно не знает вообще, в какой кодировке располагается этот документ, и он догадывается. Догадывается это UT8 или Windows 1251 и так далее и тому подобное. Кроме этого, есть возможность браузеру напрямую сообщить, с какой кодировкой нужно открыть этот файл, отобразить этот документ. И чтобы сообщить ему об этом, есть, в принципе, минимально два метода, по крайней мере, самых частых. Это, во-первых, тег metacharset, который прописывается в хеде, вот он. Для данной страницы указано UT8, как видите. И, во-вторых, это заголовок content type, который обычно возвращает веб-сервер, и который указывает все так же браузеру, в какой кодировке нужно отобразить этот документ. Посмотреть этот заголовок в хроме вы можете легко. Просто жмете комбинацию клавицы trial shift j, переходите во вкладку network, обновляете страницу, дальше кликаете в самый первый пункт, то есть вот этот, в котором содержится URI данной страницы, и дальше здесь во вкладке headers, в разделе response headers, то есть вот здесь, ищите этот самый заголовок content type. У меня вот он здесь отображается, и, как видите, он также указывает браузеру, что нужно отобразить страницу в кодировке UT8. У меня локальный веб-сервер сейчас open server, и open server стандартно вот этот заголовок отсылает. Я его сам не форсировал, его стандартно отсылает open server. Например, machost, которым я буду пользоваться в данном уроке, он заголовок этот стандартно не отсылает, и, в принципе, это очень даже хорошо. Тем не менее, локально у меня эта проблема есть, и давайте разбираться, как ее решить. То есть, я думаю, не секрет, что абсолютно каждый файл, будь то JavaScript, будь то PHP, HTML и так далее, и тому подобное, сохраняется в определенной кодировке, потому что это все-таки обычный текст. И чтобы посмотреть, в какой кодировке был сохранен этот вот документ, можно воспользоваться практически любым редактором кода, но я буду использовать Notepad++, потому что в нем работать с кодировками довольно легко и просто. Если откроем этот документ, а это именно он сейчас вот здесь отображается так криво, то увидим, что, во-первых, в редакторе отображается все нормально, русские символы видны, и, во-вторых, данный документ сохранен в кодировке Windows 1251, это видно вот здесь, вот здесь вот, Windows 1251. То есть, я думаю, всем уже понятно, происходит конфликт кодировок. Сам документ сохранен, и весь текст в нем в кодировке Windows 1251, он же CP 1251, однако браузеру всеми возможными методами, и метатегом, и заголовками сообщается, что это UTF-8. Соответственно, браузер по факту пытается открыть текст, который находится в кодировке Windows 1251, кодировкой UTF-8, и, соответственно, таких символов он не находит, и отсюда получается вот такая абра-кадабра. Я думаю, это уже тоже понятно. Как исправить эту проблему сейчас? Сейчас у нас есть, в принципе, два варианта. Во-первых, изменить метод char-set, и изменить заголовок, который шлет веб-сервер браузеру. То есть, поменять их на CP 1251, чтобы браузер понимал, что это не UTF-8, а Windows 1251. И, во-вторых, это, конечно же, перекодировать конкретно этот файл. То есть, в Notepad это делается легко. Кодировки, и здесь пункт преобразовать в UTF-8 без BOM. Если мы это сделаем, то все заработает. Давайте попробуем. Я нажал, он перекодировал. Сожмем сохранить. Обновляем страницу. И все отображается сходу нормально, потому что сейчас у нас везде с кодировками ОК. То есть, браузер сообщается, что это UTF-8, и сам документ тоже у нас в UTF-8. Давайте я верну обратно. Так, ОК. Я вернул обратно кодировку 1251. Обновляем страницу. Все обратно у нас слетело. И почему я это сделал? Это чтобы показать вам второй вариант решения. То есть, как изменить информацию о том, которая отсылается браузеру касательно кодировки. Для чего это нужно? Здесь конкретно у нас один только файл в нашем тестовом шаблоне. И нам ничего не стоит, просто поменять его кодировку, и все. Это очень легко, и, в принципе, это логично. Но такие проблемы с кодировками возникают на самых настоящих огромных проектах. То есть, на проектах, в которых по 500, допустим, PHP-файлов. И там в каждом файле стоит кодировка 1251. И вам либо придется каждый файл открывать и перекодировать его, либо как-то это сделать автоматически. Ну и, в принципе, даже этот вариант не подойдет, потому что есть определенные функции в языках программирования, в том же PHP, которые полагаются на кодировку, на которой они были разработаны. Поэтому для проекта вариант перекодирования абсолютно не подходит. И в этом случае нужно просто изменить поведение вашего веб-сервера, чтобы он сообщал браузеру, что это не UTF-8, а 1251-я кодировка. Во-первых, нужно здесь изменить, в MetaCharset, таким вот образом. Если сохраним, все еще работать не будет. Во-вторых, надо, чтобы в заголовках тоже приходило 1251. Если посмотрим, опять в нетворке, здесь все еще приходит UTF-8. Чтобы это сделать, нужно просто в корне проекта создать файл, который будет называться .htaccess. Но винда такая крутая, что здесь нельзя создавать файлы без имени. Поэтому я создам это через Notepad++. Просто новый файл, зачем сохранить как, затем сохранить сюда, и здесь в качестве имени указываем .htaccess. Это конфигурационный файл веб-сервера Apache. Если у вас по каким-то причинам Nginx, то тогда все это делайте то же самое, но для Nginx. Ну а для львиной доли хостингов, в том числе для Mac-хоста, нужно делать именно вот так. То есть создавать файл .htaccess в корне проекта, либо же редактировать, если он уже там есть. И здесь, соответственно, нужно просто добавить команду addDefaultCharset cp1251. Вот так, в принципе, пойдет. Все, сохраняем. Теперь обновляем страницу, и видим, что все отображается нормально. Если проверим заголовок content type, увидим, что теперь приходит charset cp1251. Также в исходном коде в теге metacharset у нас тоже cp1251. И сам файл у нас тоже в cp1251, как это вот здесь видно. То есть теперь везде у нас равенство кодировок, и, соответственно, браузер все это все так же адекватно отображает. В общем, именно так вы можете решить проблему с кодировкой. Я думаю, теперь понятно, в чем причина, и вы легко теперь сможете с этим справляться. Вторая проблема, которая часто возникает, это проблема с путями. То есть, допустим, у меня есть вот такой вариант проекта. Вот он, собственно говоря. Самый обычный проект, с кодировками здесь все шикарно. Давайте я открою его исходный код. Здесь картинка есть, и именно в картинке может быть проблема. Смотрите, в чем прикол. Мы находимся на винде и разрабатываем на винде. При этом у нас здесь в атрибуте src тега img укажен путь к этой картинке вот в таком варианте. То есть, в нижнем регистре полностью. При этом сам файл картинки у нас в другом регистре. Его первая буква в верхнем регистре. То есть, это отличается. Многие новички, так как разрабатывают на винде, не придают этому абсолютно никакого внимания, и пишут, как попало, лишь бы отображалось. Однако, если мы попытаемся загрузить этот проект нам на хостинг, на макхост. Кстати, если вы захотите подключиться к FTP на макхосте, это делается очень легко. Переходите просто на сайты, затем настройки PHP, и здесь, соответственно, вы получаете FTP-логин, и можете задать новый FTP-пароль. Ну, а информацию о том, как сюда вообще подключиться, вы можете найти, если перейдете на главную, и в пункт «Все логины и пароли». Здесь, соответственно, есть пункт «Хост» для подключения по FTP или же SFTP. В общем, все это вот так делается. Я подключился уже заранее, как я сказал. И, соответственно, перейдем здесь в директорию HTTP-docs и загрузим наш проект сюда, который на винде у нас отображается неплохо так. Так, индекс PHP откуда взялся? Я его удалю, он нам не нужен. Вот, в общем, копия этого же проекта. Но сервер на Mac-хосте работает на Linux, как и на всех, в принципе, практически серверах и хостингах во всем мире. Поэтому, если мы откроем этот проект, который загрузили на хостинг с хостинга, мы увидим то, что картинка не отображается. То есть абсолютно одинаковый код, абсолютно все одинаковое у нас локально отображается, а на хостинге не отображается. Почему так происходит? Дело в том, что регистр имен файлов на винде абсолютно не учитывается. И то, что вы вот здесь написали в нижнем регистре, а файл по-другому назван, с другими регистрами, то есть в винде это, грубо говоря, пофиг. Но если вы зальете это на сервер, который работает на Linux, то это будет работать по-другому, потому что для Linux есть разница между вот таким названием файла и вот таким. То есть Linux учитывает регистр файлов. Это же относится не только к картинкам, но и к CSS файлам, к JavaScript файлам, которые вы подключаете, к папкам и абсолютно просто ко всему. То есть когда вы разрабатываете на винде, всегда это учитывайте. Пишите здесь с маленькой, будьте добры писать и здесь с маленькой. Пишите здесь с большой, тогда и здесь с большой. В общем, вы должны вписывать имена директорий и имена файлов в том же регистре, в котором они расположены у вас в файловой директории. В общем, вот такой вот небольшой момент, который есть смысл учитывать. Если я отредактирую это на сервере, то есть открою индекс HTML на редактирование, и здесь изменю маленькую на большую. Так, сохраню. Сейчас на сервере это пересохранится. Готово. Так, здесь я закрою и теперь обновлю страницу на хостинге. Вот она. Мы увидим то, что картинка адекватно отображается. То есть сработало именно то, о чем я сейчас сказал. Это вторая проблема, которая возникает часто у новичков. Так, я это все закрою, пожалуй, и этот проект удалю, потому что мы уже обсудили эту проблему. Теперь третья проблема, которая возникает. Это довольно интересно, потому что это проблема с базой данных. Смотрите, здесь тоже очень все круто и интересно. Открываю эту версию проекта. У этой версии проекта есть уже база данных. Она у меня вот здесь вот расположена, в Open Server. Эта база данных у меня называется SuperBlock. И в ней всего одна таблица Articles. И в ней вот статья. Статья, что делать, если винтарез часто дает осечку. У нее есть картинка, у нее есть текст, ну и есть теги. В общем, все как всегда, ничего нового. А на сайте у меня прописан простейший PHP код. Вот он, собственно говоря. Который подключается к базе данных. И который просто отображает последнюю статью, которая была добавлена в базе данных. Казалось бы, все тривиально и просто. Отображается картинка, название последней статьи. И вот текст вот этой самой последней статьи, которая у нас в таблице Articles находится. Локально все шикарно работает. Но давайте перенесем этот проект на хостинг. Во-первых, я залью файлы проекта. Вот эти. Давайте зальем. И во-вторых, нужно залить базу данных. Вот у меня дамп уже есть. Если вы не умеете дампы делать, то это очень легко. Открываете просто базу данных, дамп, который нужно сделать. Жмете экспорт. Жмете вперед. Ну и вот получается файлик. Я об этом рассказывал в уроке про phpMyAdmin. Кто не смотрел, есть смысл посмотреть. Переходим на machost. Переходим в раздел базы данных. Переходим здесь. Вот база уже созданная стандартно. Переходим в местный phpMyAdmin. Затем открываем базу данных. Эту самую. Переходим в пункт импорт. Жмем выбрать файл. И выбираем этот самый дамп. Суперблок. Я просто делаю элементарную вещь. Переношу наш локальный проект на хостинг. В принципе, так делают абсолютно все. Ну и в принципе, сейчас он перенесен. Единственное, нужно прописать доступы. Давайте я открою индекс php в редакторе. И изменю здесь доступы к базе данных. Так, хост указан вот здесь. Давайте его впишем. Затем имя пользователя и логин. Они одинаковые. И пароль. Пароль я поставил imgroot. Чтобы потом не менять по ходу урока. Ну и в принципе, все сохраняем. VNCP все залил. Ну и теперь, в принципе, можно закрыть и открыть страницу уже на хостинге. Открываем. И вуаля. Смотрите, что происходит. Я ничего по ходу дела не трогал. Я не трогал код. Я не трогал дамп базы данных. Он точно такой же, как у нас локально. Тем не менее, локально у нас все отображается шикарно. А на хостинге сплошные вопросительные знаки. И эта проблема вводит в ступор огромное количество новичков. Просто потому, что все, я бы даже сказал, не представляют, как вообще работает кодировка. Они могут отличить сравнение от кодировки. Но да ладно. В идеале, конечно, надо книги читать по MySQL, чтобы понимать, как это все вообще работает. Но я сейчас вкратце расскажу, как вы можете решить эту проблему, если она у вас возникла. И почему, собственно говоря, она возникает. Проблема вот в чем. Абсолютно весь код на нашей странице, то есть все файлы вот эти вот, которые я только что заливал, это все сохранено в кодировке UT8. И даже это не особо важно. Важно то, что соединение с базой данных также имеет свою кодировку именно со стороны клиента. И эта кодировка на разных хостингах бывает разная. Конкретно локально на моем open сервере эта кодировка UT8. Однако на mac-хосте эта кодировка может отличаться или вообще не указываться. Но это, конечно, очень сильно упрощаю, чтобы не уходить в технические детали. Тем не менее, грубо говоря, это так. И чтобы решить эту проблему, у вас есть, в принципе, два возможных варианта. Я бы даже сказал три. Во-первых, это с нуля пересоздать базу данных в нужной кодировке. Сейчас я покажу, как это сделать и на что нужно давать внимание. То есть указывайте имя базы данных, которую создаете. И важно здесь правильно проставить сравнение. А именно, либо UT8 General CI, либо же UT8 MB4 General CI, если вам нужна поддержка эмоджиков и вообще расширенная версия Unicode. Это конкретно для нашего пространства, для СНГ. Данные кодировки подходят лучше всего, так как они поддерживают отлично все русские символы и отлично английские символы и из других языков. И, в принципе, с ними никогда не возникает проблем. Поэтому, если не вдаваться в детали, то либо то, либо это нужно ставить и конкретно вот так создавать базу данных. Так, давайте ее по-другому назову. Mage123, например. Вот так нужно создавать базу данных. Изначально правильно. И в ней изначально правильно формировать уже данные. Хотя это уже не важно. После того, как вы ее создали, любая таблица, которую вы создаете, автоматически принимает то же самое сравнение. Поэтому стоит один раз создать правильно базу данных в правильном сравнении и больше у вас никаких проблем не будет. Что делают новички? Они либо ставят UTF-8, а на клиенте, то есть в коде у них везде 1251 или что-то еще. Или они создают базу, насмотревшись старых уроков в кодировке 1251 или еще в какой-то. А весь клиент, все коды и соединения у них в UTF-8. Они потом бегут в базу данных, лезут в опцию операции и начинают пытаться менять сравнения, менять кодировки. MySQL, в свою очередь, пытается реагировать на это тем, что своими инструментами пытается перекодировать данные в старые кодировки в новую кодировку. Что чаще всего приводит к тому, что данные, которые находятся в базе данных, элементарно повреждаются и практически не поддаются восстановлению. То есть к вот таким последствиям может привести непонимание того, что вы делаете. Поэтому, чтобы избежать всех этих проблем, просто изначально создавайте базу данных в нужной кодировке. Если же вы уже накосячили и у вас есть такая проблема, тогда у вас остается два варианта. Первый и самый лучший это прописать кодировку для клиентов PHP. То есть открываете этот файл в редакторе, который я сейчас залил, я его открываю для теста. И просто вызываете функцию задания кодировки для клиента. В PHP, если вы соединяетесь посредством MySQL Connect, это функция MySQL SetCharSet. Первым аргументом указываете идентификатор соединения и вторым кодировку клиента. В нашем случае я укажу UTF-8, потому что мне нужен UTF-8. Если я это сохраню, и сейчас он загрузит этот файл, готово. И обновлю теперь нашу страницу на хостинге. У нас все отобразится нормально. При этом я ничего не трогал в PHPMyAdmin. Опять-таки, если вас понесет менять сравнение или кодировку в базе данных, обязательно перед этим сделайте полный дамп, то есть полный экспорт базы данных. То есть делайте бэкап, чтобы окончательно не потерять свои данные. Второй вариант, который у вас есть, кроме того, чтобы указать соединение клиента, это все-таки попытаться перекодировать сравнение и кодировку в базе данных. То есть переходите в операции, желательно это для каждой таблицы отдельно делать, чтобы видеть сразу изменения. Вот здесь поменять нужно сравнение на нужное. То есть было CP1251, а нужно UTF-8, ставите UTF-8 General CI или UTF-8 MB4 General CI, хотя первый более предпочтителен UTF-8 General CI, потому что он лучше все-таки совместим. И жмете вперед, после чего MySQL попытается все это дело перекодировать. Данный вариант, как я уже сказал, работает довольно редко. Поэтому и применять его лучше не надо. Если хотите применять, то доверьте это дело специалисту, который точно знает, как все ваши данные правильно перекодировать, чтобы вы их окончательно не потеряли. Но если это тестовые данные, то можете, в принципе, самостоятельно попробовать. Ну и в общем, как видите, все заработало. Эта проблема тоже была исправлена просто указанием одной функции MySQL Set Charset. Если вы используете Python или какую-нибудь ORM-библиотеку, или какой-нибудь Query Builder, в общем, не важно, что вы используете для соединения и работы с базой данных, то уже там смотрите, какой есть метод, какая функция, какая опция для того, чтобы указать кодировку соединения с базой данных. Это, в принципе, есть абсолютно в каждой технологии и в каждой библиотеке. Вот так просто вы, в принципе, можете исправить проблему отображения вопросительных знаков вместо русских символов при работе с базой данных. Дальше у нас на очереди четвертая проблема, которая возникает. Так, я этот проект удалю сейчас, потому что он нам сейчас не пригодится. Дальше мы другой будем заливать. И четвертая проблема — это модули, требующиеся веб-сайту. То есть, о чем я сейчас говорю. Вот у меня есть в папке 4 Requirements File Index PHP. Я его сейчас залью и открою тоже локально. Здесь ничего нет в коде, просто PHP Info, если посмотрите. И PHP Info, конкретно в языке программирования PHP, показывает информацию о том, какие подключены модули, какой версии PHP, как он настроен, какие там опции включены, выключены, включены ли сокеты, какие лимиты и так далее и тому подобное. Это все нужно для того, чтобы, если вы, например, разрабатываете под WordPress, или вы разрабатываете под Magento, или там какую-то библиотеку пытаетесь использовать, бывает такое, что локально у вас, допустим, если вы используете OpenServer, как и я, в нем включены практически все нужные модули, которые нужны для разработки повседневной. Однако на хостинге эти модули могут отсутствовать. Самый простой пример. Есть такой сервис, который называется Blog.io, и этот сервис позволяет принимать оплату на сайте через биткоин-кошельки. У него есть библиотека на PHP, и для своей работы он требует расширения PHP GMP включенным. То есть давайте я здесь в поиске вобью GMP, и видите, у меня локальное GMP есть. Давайте посмотрим на макхосте, есть ли GMP у них. Обновим, я этот файлик уже загрузил. Вот их версия. Кстати, версию PHP и все остальное можно, в принципе, в настройках макхоста поменять. Там в сайты переходите, настройки PHP, и здесь можете указывать версию и кое-какие еще пункты. Давайте здесь посмотрим. Как видите, на макхосте нет расширения GMP. И здесь ничего удивительного тоже нет. GMP стандартно практически на всех хостингах выключен. Поэтому если вы будете разрабатывать проект с использованием шлюза оплаты по биткоин, локально он у вас будет работать. Но когда вы зайдете проект на сервер, он у вас не заработает, потому что у вас просто отсутствует необходимое для работы данной библиотеки расширение PHP GMP. Кроме этого, еще можно привести пример. Есть библиотека PHP Imagine для работы с изображениями. У нее тоже есть определенные свои требования. Допустим, вот он, перечисляются эти требования в разделе Requirements. В принципе, этот раздел везде есть. Вы работаете с библиотекой, с CMS, с фреймворком. С чем бы вы ни работали, везде есть раздел требования на английском Requirements. How are you, Андрей? И, соответственно, Imagine требует PHP 5.3 и выше. И он требует GD2 и Magic, и, возможно, Gmagic. Что-то из одного вот этого. Он по-любому требует. Если посмотрим локально, у меня GD присутствует. Вот он, GD, версия 2.1.0. Посмотрим на макхосте. GD. GD тоже присутствует на макхосте. Все такая же, версия 2.1.0. То есть библиотека Imagine будет работать и локально, и на хостинге тоже будет работать. Еще один хороший пример – это WordPress. Давайте загуглим WordPress Requirements. Вот этот пункт. Соответственно, WordPress требует версию PHP больше или равно 5.2.4. У меня локально версия PHP, она всегда вверху отображается. Это 7.0.8. А на макхосте сейчас у меня активировано 5.6.33. Опять-таки, вы можете легко включить седьмую версию вот здесь. Здесь есть даже версия 7.2. Здесь версии постоянно обновляются. В общем, для работы MySQL нужна версия вот этого PHP, и она удовлетворяет как нашим локальным веб-серверам, так и хостингам. Во-вторых, ему требуется MySQL версии 5.0.15 или выше. Его вы можете легко посмотреть в PHP MyAdmin. Переходите просто вот сюда, и здесь отображается версия сервера. Локально у меня это 5.7.13, а на макхосте это 5.6.32. Кстати, версия чуть получше. В новеньких там конфигурировать приходится из коробки. Ну да ладно. В общем, моя идея того, что я сейчас пытаюсь передать, это то, что когда вы разрабатываете что-то локально, будьте осторожны с тем, что вы используете, и всегда думайте о том, присутствуют ли все необходимые модули расширения опций и вообще требования в будущем хостинге, на котором вы будете располагать свой проект. То есть для какого-нибудь WordPress, для какой-нибудь библиотеки Imagine это слабо относится, а вот если вы будете использовать, допустим, CMS Magento или же вот эту же библиотеку, блок I.O. для подключения оплаты по биткоин, это уже работать будет совсем не на каждом хостинге, и там придется либо покупать тариф подороже, где есть возможность врубать эти расширения, обычно это WPS, WDS, что одно и то же, кстати. Ну да ладно. Либо это какие-то уже специализированные хостинги. То есть если посмотреть все требования той же Magento, хотя я даже загугливать не буду, там они огромные, там к требованиям относится не только целая пачка расширений для PHP, но и расширение для Apache, которое называется ModVersion. На своем локальном сервере вы можете это посмотреть, если кликните в трее на иконку OpenServer, дальше перейдете в раздел дополнительно, конфигурация, и здесь соответственно конфигурация есть Apache и PHP. Нажмем допустим Apache, откроется правда сразу 4 файла, и все, что связано с Nginx, лучше закрыть. Вот это закрыть, а вот здесь тоже Nginx закрыть. Остаются вот эти пункты, и здесь в принципе нам нужно оставить левое окно, поэтому это закроем. Там где написано основная конфигурация. Если здесь в поиск вобьем ModVersion, мы увидим, что здесь включен сейчас ModVersion. На хостинге стандартно он выключен обычно, поэтому Magento на каждом хостинге не заработает. То есть вот такой есть момент с требованиями к библиотекам, к CMS-системам, к фреймворкам, которые новички обычно не учитывают и довольно редко, но все-таки попадаются на такие проблемы, и потом задаются вопросом, почему локально работает, а на хостинге не работает. Дальше у нас в списке пятая проблема, и это тоже устная проблема, о которой мы просто поговорим. На примере WordPress ее хорошо изобразить. В общем, вбиваем в поиск WordPress. Я думаю, все знают эту CMS-систему. И эта проблема касается особенностей определенных CMS-систем. То есть, допустим, CMS-система WordPress, она вообще как таковая плохо переносит перенос между хостингами. То есть, да, там есть целая куча плагинов, есть целая куча приемов, которые можно использовать, но новички обычно это все не учитывают. Если просто взять тупо залить на сервер всю директорию с WordPress'ом и точно так же дампом перекинуть базу данных, все это может не заработать. Точнее не может, а 100% не заработает. Там элементарно будет проблема с домином и еще кое-какие проблемы. Поэтому, если вы будете разрабатывать под WordPress локально, то не переносите весь движок. Переносите только ваши плагины и только ваши темы. Все. А сам движок с нуля устанавливаете на хостинге. Это вот такой хороший совет, который тоже может в определенных случаях сэкономить немалую кучу нервов. То же самое, в принципе, может относиться и к другим CMS-системам. Однако, кроме WordPress'а, в других я такого еще не видел. Возможно, просто опыта недостаточно в других CMS-системах. Тем не менее, как идея, данный вариант рассмотреть вполне можно. И особенно к WordPress'у это относится просто стопроцентно. И, наконец, шестая предпоследняя проблема, которая также возникает обычно у тех, кто разрабатывает на Linux'е. И обычно у тех, кто слабо разбирается в Linux'е вообще. В общем, это проблема с правами доступа. Если вы разрабатываете на Windows'е, у вас таких проблем нет. А если на Linux'е, то могут быть такие проблемы. Переходим в раздел «Сайты» на макхосте. Переходим в «Файловый менеджер». И видим то, что у файлов здесь есть права доступа. Стандартно все файлы и директории веб-сайта имеют права доступа 6.4.4 или же R.V.R.R. Или, в общем, например, 7.7.7 могут тоже иметь, если прям совсем по-глупому и легко сделать. И такая проблема может возникнуть, что те, кто разрабатывают на Linux'е, они не учитывают права доступа. Или задают их неправильно. Или при загрузке как-то видоизменяют. И потом, когда они заливают проект на сервер, хостинг просто не может получить доступ к файлу. Или же эти же файлы, которые он открывает, не имеют права для записи в свою же, допустим, директорию. Или в какую-нибудь поддиректорию. И данные проблемы возникают обычно конкретно из-за прав доступа. Поэтому учитывайте это те, кто работает, разрабатывает сайты на Linux'е. Пусть у вас на всех файлах и директориях будут права 6.4.4. Но это довольно быстрое решение. Желательно подробнее почитать о правах и понять, какие права нужно выдавать папкам. Там вообще не стоит всем прям одни права вешать. Это неправильно. Но как довольно быстрое решение, возможно, костыльное в какой-то степени, вполне подойдет. И, наконец, последняя проблема, про которую мы сегодня поговорим. И которая мучает, к сожалению, довольно большое количество новичков. Это проблема HTTP 500 Internal Server Error. У меня здесь в папке 7500 есть простейший вот скрипт. Давайте я открою его у себя локально. Папка 7500. Если я ее открою, там, кстати, вот такой вот простой PHP код. Неправильный, кстати, синтаксический. То локально мы получаем информацию об ошибке. То есть Parts Error, Syntax Unexpected, бла-бла-бла. В общем, PHP говорит, что на линии 3 вы там забыли точку с запятой. И если у вас такой простенький проект, это еще фигня. Легко на глаз заметить эту ошибку. Но дело в том, что такие ошибки возникают на огромных проектах. И там, на хостинг, когда вы переносите этот проект. То есть локально у вас нет ошибок на огромном проекте. Вы переносите на хостинг, и у вас ошибка появляется. Элементарный пример. Я этот же файл переношу на хостинг. Представим себе, что это огромный проект. Откроем на хостинге. И смотрите, что мы получаем. Никакой информации об ошибке нет. Просто HTTP Error 500. Она же Internal Server Error. То есть локально у нас пишут об ошибке, а на хостинге нет. И это на самом деле правильно. Потому что локально только вы видите эту ошибку. А на хостинге может ее увидеть абсолютно любой вообще. Поэтому, грубо говоря, это правильно. И в этом случае новички, они просто не понимают, где получить информацию об ошибке. То есть вот в таком же виде. Потому что HTTP Error 500 может сообщать просто об огромном количестве проблем. Это могут быть и проблемы с PHP. Это могут быть и проблемы с конфигурационным файлом Apache. Это могут быть и вообще какие-нибудь другие проблемы. Так что, в принципе, эта ошибка мало о чем говорит. Она говорит просто о том, что есть какая-то фатальная ошибка. И ее нужно исправить, чтобы все заработало. Грубо говоря, именно так. В общем, чтобы посмотреть, что за ошибка возникла под капотом у этой ошибки, нужно непосредственно посмотреть логи. Конкретно на хостинге MacHost в панели управления нет специального пункта для просмотра логов. Ну или я его не нашел, хотя пользуюсь довольно давно. В общем, я всегда смотрел здесь логи через FTP. То есть заходите просто в главную директорию вот здесь. И здесь есть папка Logs. Открываете ее. И, соответственно, нам нужен вот этот вот файл Error Log. Открываем его. После чего здесь в самом конце, здесь логирование идет сверху вниз, в самом конце видим, что mod FastCGI выдал ошибку. PHP Parts Error. В общем, та ошибка, которая локально у нас отображается здесь, на настоящем хостинге отображается здесь. То есть в логах. Поэтому это учитывайте. И если у вас появляется ошибка Internal Server Error 500, то просто отыщите логи у вас на хостинге. В MacHost, я как сказал, это вот здесь в папке Logs, в файле Error Log. И просто почитайте логи. Еще есть смысл, если у вас этот файл забит, он иногда может весить и 2, и 3 мегабайта. Особенно если на хостинге это все грамотно не настроено. Есть смысл его просто удалить и заново открыть эту страницу, чтобы логи с чистого файла записались. И тогда, когда вы откроете этот файл, там будет, грубо говоря, только один или два лога. И тогда вы сможете прочитать этот лог, посмотреть, ага, поймете, в чем ошибка, и пойти в коде внести определенные изменения. В данном случае я понимаю, что не хватает точки с запятой. Кстати, это надо мне не здесь сделать, а на хостинге, вот в этом файле. WinHCP его залил. И теперь я открываю, и все работает. То есть вот так просто можно исправить ошибку HTTP 500. То есть в данном случае, конечно, это довольно глупо, потому что здесь всего одна строка кода. Но, как я сказал, можно представить, что это огромный проект, в котором 1020 строк кода, и в таком проекте уже отыскать ошибку на глаз невозможно. Поэтому логи по-любому нужны. В общем, как-то так. Мы все это проверяли на макхосте, на примере простейшего шаблона. И только что мы с вами разобрали семь популярных проблем, которые возникают у новичков-веб-программистов при переносе сайта с локального веб-сервера на боевой. И да, на этом все. Я надеюсь, было интересно, и вы почерпнули для себя новые знания. Если это так, то не забудьте поставить лайк, не забудьте подписаться, и, конечно же, врубите колокольчик уведомлений, чтобы вам приходили уведомления о выпуске новых уроков, потому что это годнота. Ну а у микрофона был Хауди Хо. Удачи вам в разработке сайтов, и поменьше ошибок. Субтитры сделал DimaTorzok